Всем привет! Сегодня 3 сентября. Короткий выход в лес сегодня. Очень быстро проверить опята. Они вылезают маленькие еще пока что. А с двух часов дня должен начаться сильный дождь. Надо успеть. Особо пока грибов приличных нет. Вот эти пошли дождевики другого типа. Шершавые шляпки которых. Вот тут вот. Этот пень. Вот этот пень тоже дождевичный. Я шла в надежде проверить вот эти пни. Ну что-то еще видимо рано. Или не будет их здесь. Видите, ничего нет. Или уже были, но вряд ли были. Я бы следы видела. У нас очень холодно. Я замерзла. Градусов наверное 14. Все. У нас уже сентябрь. Красное лето провожает. Золотую осень встречает. По ощущениям уже чуть ли не ноябрь. Так резко сменилась погода. Как-то неприветливо стало в лесу. Так. Зеленушки. Еще зеленушечка. Смотрите, товарищи. Я иду такая. И на дереве грибочек засунут вот так вот. Видите, он уже подсох. Это белка видимо на запас. Ну или кто-то. Видите, оно уже несколько дней ему. И так всунут. О, мне повезло. Мне повезло, товарищи. Красненький. Последний, видимо, из магикан. Потому что что-то нет почти грибов-то сегодня. Опят почему-то нет. Хотя в прошлый раз зародышей было миллион. Куда-то все пропали. Вот красный. Валуи я не считаю их полный лес. В сентябре днем погоже. Да утром не гоже. Грибов сегодня мало. А я ожидала, что будет много. Ну, вот таких вот валуев полный лес. Вот. Я что-то их не беру сегодня. Вот. Тут вот красные синявки. Красные синявки. Не охота мне за ними лезти. Там колючки. Так что вот грибов не очень. Видимо, передышка. 3 сентября сегодня. Ну-ка. Гроздь. Нормальный. На засолочку пойдет. Вот такой вот шляпка отпала. Ну, попадаются время от времени красные. Я уже все это не снимаю. Молоденькие такие вот. Сегодня воскресенье. Может быть, вчера все собрали тут. Я не знаю. Может, просто их нет в больших количествах. Ладно, вот этот возьму тоже. Просто я нацеливалась-то на большое количество опят. А их нет. Еще, видно, рано или, может, вообще не будет. Но это вообще супер-вариант. Посмотрите, что за чудо. гриб. Бархатная шляпка. Сентябрьский крепышок. Ножка такая крепкая. Тихая охота. Она не любит спешки. Нужно ходить не спеша. Если бегаешь быстро, это не значит, что ты больше грибов наберешь. Завтра хлынет дождик быстрый. Тучи солнца заслонял. Паутинкам серебристым жить осталось два-три дня. Сжайся осень, дай нам света. Защити от зимней тьмы. Пожалей нас, бабье лето. Паутинки эти мы. Хочется ходить и читать грустные стихи в такую погоду осеннюю. Уже так слышно дальние трассы. Это к дождю. Время. Мога не видела. Время. Время. Повтору. посмотрите все елки в паутине вот в такой видите сколько здесь следующее вот видите тоже вся в паутине и это вся в паутине и там вот все они в паутине грибов нет да хоть лисички спасают лисичник здесь небольшой красненький начинаются белые рядовки но они не съедобные их видите полным полно тут в этом лесу значит скоро будут съедобные привалу костра потому что очень очень холодно немного хоть ноги высохнут я сушу свои джинсы и греемся поели согрелись следующий раз уже надо с термосом идти уже холодно можно двигать дальше я хожу в капюшоне потому что иголки и листья за шиворот падают вообще по страшному так не хочется вставать и идти дальше до свидания наша стояночка идем дальше мы находимся с вами кульбячники в моем здесь вот видите их миллионы просто я даже не нагибаюсь просто показываю лес которым на квадратный метр по 10 штук их но издалека они там так заманчиво выглядят как белые но я брать не буду этого какая-то дырка гигантские белые рядовки они здесь тоже тоннами скоро будут здесь нормальные рядовки серенькие они попозже уже будут концу сентября ну видите как их много здесь кульбонов валуев даже я и не смотрю на них вот эти вот принципе маленькие вот эти вот проверю я так приятно прокоптилась у костра сейчас иду все еще за мной этот шлейф кто живет в своем доме тем не понять да сегодня надежда то была на пятом но видимо еще нет не поймешь их ну не продают еще у нас некоторые ориентируются смотрят продают на рынке значит пора идти у нас не продают несколько штук ну вот этот можно посмотреть маленький ой это фу вот я набрела на лисичек ну я знала что они тут должны быть ой под корнем еще не достанешь начались наконец-то у нас лисички еще семейка тут покрупнее еще семейка лис потом их покоцанная снявка издалека увидела я вот эти вот лисички блестят желтенькие еще тут ладно, буду собирать пройду вот этой опушечкой вот в лес идешь, думаешь, ну недолго похожу так, немножко а потом вот все, еще, еще хочется не хочется домой вообще хотя в дом видите ли вы то, что вижу я я иду к нему это вообще, это бонус за весь сегодняшний день один канал вчера смотрела они опята режут, режут ведрами, ведрами думаю, ну наверное у нас тоже пошли опята, нет? не пошли что-то им мало опятом-то интересно, какая будет осень холодная или теплая и рано ли наступит зима может быть выпадет снег в сентябре и все а так-то красивый лесок, да? такая уже осенняя тишь вот или вот такая картина сентябрь красота даже без грибов но тут попадается все-таки маленько немножко, но попадается кучка кульбанизмов какой осенник прекрасный зима наступит съел бы грибок да снег глубок сейчас тут можно ходить а скоро здесь будет по пояс снега и на лыжах сюда пробраться будет даже очень сложно потому что здесь подступы очень вот видите, вот там непроходимые места вообще там нечего даже соваться только на танке вот здесь все непроходимые кругом места и сенятку хоть возьму и вот еще бонус надеюсь этот нормальный пройдено вот такое поле из волн того леса теперь сюда синички и все, сейчас насквозь и заканчиваем походик вот она на середину встала сейчас я ее, может быть, засниму если она тут ой, видела она обратно блин греются две а остальные разбежались в ящерки головку поворачивает всюду жизнь это знаете есть такая картина заключенных везут поезде и на остановке они остановились из-за решечи на окно а там на перроне голуби ходят и не им хлеб кидают заключенные и смотрят на жизнь голубей тоскливо вот такая есть картина всюду жизнь это голову подняла на меня смотрит но их тут очень много эти вот дракончики подросли сначала лет это подросли скоро зима придет нужно вам будет зимовать где-то холостатенькие вы приезжались такие друг дружки нынче видите какое было лето что даже елки не выдержали и падали мокрое дождливое так ну все товарищи заканчиваем я сегодня такой не длинный походик грибов пособирали нормально сходили всем удачи всем пока смотрите какая сдвоенная сосна а была у них еще и третья но ее вот спилили тут еще и попадаются цветочки какие-то начале сентября